И не посидите меня! Всем привет, с вами Селена, и я начинаю новый влог. Смотрите, какая я. Ничего так, да, сегодня? Это потому, что сегодня встреча блогеров. Я, кстати, ловлю себя на мысли, какой раз, что там, где я понимаю, что будет много девочек, и что это, может, какая-то туса или пати, и я понимаю, что все сейчас подбирают себе образы какие-то, думают, в чем бы пойти, ну, мы девочки такие, девочки, да, и я ловлю себя на мысли, что вот реально там, где много девчонок, да, на тусу собираются, я тоже подбираю образы очень тщательно. И, короче, я на самом деле, и ловлю, не то, что ловлю себя на мысли, и вижу, да, что, короче, я далеко не стилист, у меня вещей просто дофигища, но я не умею их правильно сочетать, на самом деле, раньше у меня с этим проблем не было. Мне казалось, у меня, может, какой-то один стиль довольно простой. Вот что касается спорта, да, костюм одел, классные кроссовки, которые подходят, и все, и туси. Но если начинаются какие-то, я не знаю, там, брючки, подобрать обувь, подобрать кофточку с ветерок, сверху еще какой-то плащ, да, там, я, короче, в голове держу, значит, образ, но получается очень даже ничего, как только я это на себя надеваю, смотрю в зеркало, думаю, да черт ли что, я сбоку бантик. Да, и да, у меня будет цель какая-то познакомиться с каким-то стилистом, либо пройти какие-то курсы, но все это должно быть не навязчиво, не напряжно, потому что это немного не мое, я такая реально натянула брюки, блин, и пошла, я люблю выглядеть как бомж, ну, вообще не париться о внешности, но иногда, ну, как бы, как-то одет, да, но иногда, когда какие-то мероприятия, ты понимаешь, что все-таки будут оценивать твой образ, в чем ты пришла, и я сама нет-нет, бывает, поглядываю, да. Но если девчонка на самом деле симпатичная, классная сама по себе, мне реально все равно, в чем она одета, она может быть настолько харизматичная, настолько классная внутри, что даже, когда она оденет на себя нелепые вещи, как, например, мы смотрели фильм «Люби их всех», там девчонка реально вот сочетала какие-то несочетаемые вещи, можно сказать, все время, я такая смотрю, думаю, блин, там платье с блестками, громоздкие туфли какие-то эти, ботинки, и что-то сверху одевает, я даже Тане говорила, которая со мной ходила, я говорю, смотри, вот если б я так оделась, меня, блин, девочки мои бы захейтили, бы сказали, что ты на себя напялила. А мне самое интересное, нравится, как она одета, мне нравится, что она не одета, вот когда она расслаблена, вот как-то там, серьезно, да, она одета вообще, черти что, она себя реально надела, как вот многие мы в магазин или мусор выбрасывать выходим. Короче, вот я принарядилась, не знаю, мы долго с мамой выбирали, в чем мне одеть, я уже вся вспотела 10 тысяч раз, в общем, выхожу, пати блогеров, пойду знакомиться с кем-то, розыгрыши какие-то, беру с собой. Ну что, я приехала на место назначения, сейчас, кстати, увидела девочку, которая улыбается, не знаю, мне не мне, но она очень стильно одета, вот реально, ну, вот я, может быть, так и не оделась бы, потому что я не знала, как это смотрится со стороны, но вот я еду, и мне нравится, мне кажется, она вообще такая стиляжная, у нее такие широкие брюки коричневые, зеленое пальто, ну, вообще, удобно, на самом деле, вот надо мне как-нибудь так одеться, очки прямо на стиле, прямо вообще просто гламур, я не знаю, как я выгляжу, и я подумала, знаете, о чем, что, если бы, если бы был конкурс, типа, самый пофигистский наряд, вот, типа, реально тебе просто плевать как-то одета, я бы выиграла, вот, вот, смотрите на девочку, я ее еще покажу сейчас, видите, в коричневых штанах, мне кажется, очень красиво, ой, а что там за люди? мне кажется, очень красиво, ладно, я пошла, посмотрю, что там творится, мне кажется, Продолжение следует... Доброе утро, мои хорошие! Я вот такая вот негодяйка, вообще просто вчера прошло пати. Я с девчонками пошла в кафе, ближе знакомиться с кем-то уже давно знакома, с Полиной, например, да? Ну, вот с ее девочкой знакома, одна из организаторов этой вечеринки. И вот пошли знакомиться ближе в кафе, еще одна девочка была. В общем, посидели, поели, и что-то мы там зависли до начала 10-го, то есть, ну, прям долго сидели. Все, что можно было обсудить, обсудили. И я что-то даже не снимала, потому что так было хорошо, и даже как-то, не знаю, мне неактуально было вытаскивать камеру. Думаю, ладно, приду, вечером расскажу. В итоге пришла вечером, любимый позвонил, с мамой что-то начали обсуждать. Я еще видео, по-моему, успела смонтировать, легла спать. И все. И вот я проснулась, и я уже сняла для вас три видео. У меня беда, у меня беда, у меня сломалась ножка от штатива. Представляете? Сейчас покажу. Вот, казалось бы, да, вот ножка сломалась, и что такого? Ну, она вот, что-то здесь у нее произошло такое, что теперь она просто не фиксируется. То есть, я, у меня штатив на двух ножках, и все. И, как бы, вариантов нет. А мне без штатива. Ну, то есть, вот, даже, даже если убрать эти ножки, то есть, он, видите, раз, и не становится. То есть, а я без штатива вообще работать не могу. У меня все же со штативом. И я не знаю, куда это даже идти. Вот, подскажите, кто знает, куда это идти, чтобы мне сюда поставили какую-то... Ну, оно отломалось. Какую-то пластмасску, которая бы фиксировала ножку, чтобы она... Ну, поняли, вот она сейчас у меня гуляет. Туда-сюда. Оно у меня не защелкивается, короче, и выпадает. Все, и она и выпадает, и западает. Короче, я в шоке этому штативу. Мы его покупали, по-моему, в ДНС. Но там одна и та же фирма, что ДНС, что МВидео, везде была. Он два года проработал всего, и все. И я сижу и понимаю, что вот я сейчас попыталась видео снять вот с этими двумя ножками, как-то облокачивая третью куда-то. Это вообще плачевно еще тем, что он может, если упасть, то разобьет мне камеру. И я понимаю сейчас, что я просто должна пойти сейчас две с половиной тысячи минимум выложить за штатив. Просто непредвиденные расходы, вот тебе, пожалуйста, да? У тебя что, у тебя же много денег. Давай, иди, покупай. Вот, еще на встрече блогеров, кстати, что там было интересненького? Был конкурс на собирать как можно больше контактов. Я пришла, и девочки уже там у кого-то было 20 контактов даже насобирали. Я сначала не хотела участвовать в этом конкурсе, а потом думала, блин, что я пришла? Я пришла сюда реально познакомиться с новыми людьми. И на самом деле этот конкурс... Видели мои глаза, да? И я подумала, что этот конкурс офигенно просто бы объединил всех со мной. И как бы я человек общительный, и знаю, что на самом деле, если я начну в этом конкурсе участвовать, то я у всех без исключения. То есть я не постесняюсь никому подойти и взять контакт. Вот, ну, то есть и в этом смысле я такой очень человек общительный. И все, и я начала одна из последних вообще в этом конкурсе участвовать. Собрала больше всех контактов, 50 контактов, когда там, ну, даже 40, по-моему, ни у кого не было. У меня было 50 контактов. Я взяла у всех телефоны, в основном там были все девочки. Мужской пол, там был только два мужа у девочек, был, и два парня на коктейлях там кислородных стояли. У них тоже, ну, своя кислородная есть страничка записала. И два диджея были, а два диджея, они типа такие женатые, замужние, и их жены не разрешают ни с кем знакомиться и давать кому-то свои контакты. В общем, у них нет своих страничек. Я говорю, ну, диджейская страничка какая-то, да, вот как диджея, которых можно пригласить на мероприятие. Они говорят, нет, нету. Я говорю, ну, нет, нету. Все, 50 человек, всех просто записала. И выиграла, выиграла вип-карту. Еще были конкурсы. Я выиграла сходить с Денечкой в батутный центр, только подарочный билет. Ну, да, билет действителен в рамках акции 2 равно 1. Приводи друга и прыгай бесплатно с понедельника по пятницу. Я не поняла, честно говоря, это бесплатный билет, что я могу пойти с Денькой попрыгать. Это я выиграла, да? Или это я должна привезти друга, который заплатит, а сама буду прыгать бесплатно. Я вот немного не поняла этот момент. То есть, это действительно билет, только если я кого-то приведу, я не соображу до конца. Короче, надо разобраться в этом. Брали всякие печеньки от Блогерс Рус. Вот такие вот у нас были 2020. Это игрушечки на елочку милые такие. Чипсы кокосовые, без пальмового масла, сахара и консервантов. Блокнотик, кстати, где все мои контакты, все 50, надо будет написать. Там здесь столько фотографов и стилистов, всяких журналистов. Очень круто, меня уже даже позвали на мероприятие в один ресторан, мой любимый, позвали меня. С удовольствием пойду. Вот банан, шоколад, вкусняшка. Что еще у нас здесь? Ну, всякие листовочки. В общем, время я провела мега замечательно, крутой проект для объединения всех блогеров и делиться как бы опытом, делиться информацией. Я думаю, что это хорошая вещь. В Ростове у нас, как я поняла, не было девчонки, выступали, говорили, как у них идея возникла этого. У них в городе были блогеры и очень много. Вот, как видите, это еще не все пришли даже там, да, вот 50 человек я взяла контакты. Это еще не все пришли, в основном, конечно, там инстаграмеры. Мне кажется, ютуб-блогер я была одна из малейших. Сейчас буду разбирать подарки, что-то пробовать, кушать. Сейчас у меня будет английский в 16.00. Сегодня я целый день снимала. Английский в 16.00. После английского я сразу приезжаю, немного отдыхаю, поем. И в 8 часов у нас сегодня чуть поздний бассейн с Данькой. Будем мы с новой Машей нашей плавать. Еще я начала читать новую книгу «Привычки». Очень, кстати, интересная книга. Сейчас покажу. Я не помню, что я вам о ней говорила. Короче, одна привычка в неделю. Вот, одну привычку в неделю. Я сейчас, вот уже неделя скоро закончится. Как эту привычку я внедрила? Это привычка записывать все в дневник. Вот, я сейчас все записываю в дневник. Мне это, в принципе, нравится, кстати, привычка. Очень интересная. Анализировать свой день. И утром я его планирую, вечером я его анализирую. И так каждый день. Вот, через пару дней эта привычка останется уже, да. И я буду внедрять новую привычку. Мы пришли в бассейн, да? Мальчиш. Да, пришли в бассейн, будем купаться. Пройдет Маша и мы пойдем плавать. Скажи, Маша. Маша. Ты где? Ты здесь. Иди сюда. Купаться. Скажи, иди сюда купаться. Пойдем, пойдем. Сильно, сильно бросай. Опа. Молодец. Молодец. Так, давай сильно прям. Мне. Вот. Ой, ты прям слепую даже кидаешь. А погода-то хорошая. Кайф, да? Да. Но у меня есть к тебе разговор. И к вам тоже. Ну, кстати, не люблю, когда мне вот так вот преподносят. У меня есть к тебе разговор. Я сразу жду чего-то такого неприятного. Лучше уж давай сразу в лоб. Без предисловий. Знаешь? Короче, девочки. Я маме сейчас сидим и говорю. Ой, стой. И говорю. Представляешь, девчонки посмеялись. Я сказала, что я кофеман. А они это, типа, говорят, какой ты кофеман. А мама говорит. Ой, ну да, я тоже посмеялась. Я такая подумала, что она посмеялась над комментариями. А она мне говорит. Ну, какой ты кофеман, действительно. Ты же не кофе пьешь. Я говорю, в смысле? А как меня назвать тогда? Я говорю, ты что, надо мной посмеялась? Я бы назвала это кофейный напиток. Молока больше, чем кофе. Разве это кофе? Не важно, блин. Вот я когда пью черный, горький кофе. Вот это кофе, да. Ты скорее кофеголик, понимаешь? Ты не извращаешься над кофем. Ты берешь какой-то кофе определенный. Накинула ложку. Ну, вот в моем понимании. Я, может быть, не кофеман. Может быть, я по-другому это слово. Кафелаты, может быть, да? Назвать. Ты кофелаты? Ой, кофелаты. Ну да, кофеман. Подожди. Латеман. Вот. Латеман я бы, может, назвала. Но такого слова вроде нету, да? Будет. Будет. Не суть, мам. Ну, не знаю. Вот мне понятно. Мне же хочется в нашем современном мире то, что у нас сейчас есть из языков. Все-таки выбрать мне название. Ведь я не просто пью латы. Я ведь над ним извращаюсь постоянно. И там присутствует кофе. Без кофе все, это уже не варик. Я беру разные кофе с разными нотками, мешаю их, по-разному приготовлю этот латы кофе. Поэтому я себя назвала в том смысле, что даже не кофе-голик, я даже без него могу проснуться, а именно то, что я над ним извращаюсь, понимаете? Я его по-разному... Не вези меня! Он смотрит такой... Камаз. Еще один я люблю. Вот ты, например, назвала... Как твою мать! Слушай, да пошли уже. Подожди! Вот ты, например, как бы себя назвала? Хорошая. Кофе-мандра? Кофе-мандра, да. Я без кофе жить не могу. Но ты не экспериментируешь. Ты не покупаешь какие-то разнообразные кофе, разные сорта какие-то. Ты их не выискиваешь. Уже не экспериментирую, потому что я кофе плюс 18 лет каждый день по нескольку чашек. Я без него жить не могу. Кофе-голик-то конкретный. Пусть будет. Ты зависима от него. Но ты над ним не извращаешься. А мне кажется, вот была бы кофе-мандра она, если бы она извращалась, если бы, ну, в хорошем смысле извращалась, не подумайте. То есть искала бы что-то, по-разному его приготовила там. Ну, короче, понимаете, да? Например, например, шопоголик. Это я сейчас представляла, думала. Например, шопоголик. Шопоголик это тот человек, который просто покупает, ему нужно покупать, и он без этого не может жить. А вот, например, шопомен или как? Подожди, нет, не шопомен. Шопомен. Шопоман. Шопоман. Можно было бы назвать такого человека, который ходит, например, по магазинам, и ему даже, может, не суть купить, там, ну, ладно, он покупает, но какими-то извращенными способами. Например, ему обязательно нужно со скидкой, или зайти в какой-то определенный магазин, там, и выбить скидку, например, да, или перемирить все. Выбить палкой? Дайте скидку. Не, ну, что это придумать. Ну, понимаешь, вы понимаете суть? Ну, понимаете, ты понимаешь? Да, понимаю я, понимаю. И не посидите меня. Магазин, ну, Мюшка, что-то? Мы вот идем сейчас, понимаете? Да, я еще извращенно покупаю кофе. В Ростове, мам, всего лишь, да, вот уже Макдональдс на самом деле нет, нет, мне не нравится там кофе. Вот здесь вот в Ростове у нас расточка, вот в которой мы специально идем, я только там покупаю вкусный кофе. Вот в Старбаксе еще, нет-нет, покупаю холодный кофе, вкусный там. И, а нет, еще два места есть, Сёрф-кафе, мне нравится Сёрф-кафе. И на Хичеванском вот там вот есть. И я готова сделать огромный круг и опоздать, если я хочу кофе, и я не дома. Я сделаю круг, и круг, 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 и пойду, и куплю этот кофе. Вот теперь твои бедные ножки, я в кроссовках, не смотрите. Иду, черт знает куда, за вкусным кофе, для меня именно латте. Если ты такой извращенный кофе-кофеман, то нужно делать дома кофе на свой вкус. И в кофекружку, хотела сказать, в термокружку. Так а ты что думаешь, я у меня кучу кружек с собой одела? Почему сегодня не с собой? Потому что я мало, когда отвожу, вот это, знаешь, с кружкой, с малым, с самокатом, со всеми рюкзаками, с всеми делами. Скажите, пожалуйста, а вот как бы вы назвали человека, который вот любит очень лата, каждый день его пьет, там разные кофе выбирает, разное молоко, разное приготовление. Можно его назвать кофеманом? Конечно. Нет? Конечно. Можно, да? Ну, все. Поняла. Надо придумать это слово, и оно тогда будет. В нашем бассейне есть вот такая игровая комната, где мы, кстати, следим за тем, как наши дети купаются. И теперь Дэня после садика меня тянет сюда. Просто я не знаю, что. Теперь ему надо поиграть здесь, прежде чем идти домой. Но это хорошо, если он привыкает так. Все, потрогай. А розетку? Розетку вытащи. Вытаскивай. Нет? Да, давай почитаем. Иди сюда, Людмила. Ну что, мои хорошие, у меня для вас приятные новости. Помните, вы говорили, что я нифига не умею одеваться? Вселенная, у тебя нет вкуса. Вселенная, да сколлаборируйся ты уже с каким-нибудь стилистом. Пусть тебе научат одеваться. Вы хотели? Я сделаю это. И, кстати, самое удивительное, что это тот самый стилист, блогер, которого мы видели с вами на встрече блогеров, на который я обратила внимание еще с такси, и вам ее краем глаза показала. Ее зовут Настя, она живет в Ростове, она начинающий блогер, но профессионал-стилист уже давно. Я говорю, мне очень понравилось. Ну, мы там все поперезнакомились, естественно, обменялись контактами. Я записала контакты всех просто, и я ее нашла в Инстаграме и предложила. Я ей говорю, слушай, мои девочки давно хотят, чтобы меня кто-нибудь приодел, да научил, да рассказал, как это вообще делается. И мне, чтобы к этому прийти, на самом деле, нужно принять было тот факт. И в последнее время, что я не умею одеваться, факт, в последнее время я вот реально не могла одеться, я не могла подобрать одежду. Я уже реально то ли возраст это, я понимаю, что то, что я одевала раньше, никак сейчас не клеится ко мне. Мне нужно одевать что-то более интересное, более сочетаемое, что ли, да. Какие-то, в общем, узнаю моменты, но что-то не то. Мне нужна структура всего этого и понимание какое-то. В общем, нужен человек мне рядом, помощник. Я увидела, как она одевается, я же все говорю, мне понравилось, как ты одеваешься, вот давай сколлаборируемся, давай вот сделаем что-нибудь мне интересненькое. Вот. И она с радостью согласилась. Мне это было очень приятно, мы уже запланировали с ней день, когда она ко мне приедет и разберет мой гардероб сезонно. Это будет у нас осень-зима. Может, вы для себя что-нибудь подчеркнете. Я, на самом деле, безумно рада. Я никогда не думала, что у меня проблемы с одеждой до недавнего времени, потому что никогда не было. Может быть, поэтому я и подсознательно люблю костюмы, потому что ничего здесь не надо сочетать, грубо говоря, да. Костюм ты одел, верх-низ готовый. Ну, кроссовки уже не проблема подобрать под костюм, хотя у меня и с этим бывает проблема, под платье кроссовки подобрать. Иногда думаю, подойдет. Одеваю, смотрю, не идет. А бывает, вот в голове у меня есть какие-то несочетаемые вещи, а люди их носят, и это красиво смотрится. Короче, что-то надо в этой теме поработать. В общем, мы уже договорились о дне. Я безумно рада и жду этого дня. Надеюсь, и вы тоже ждете. И посмотрим, как меня оденет Настя, и что вообще для себя нового узнаю, впечатления. Ну, у нее, конечно, глобальный подход. То есть она мне уже рассказала всю структуру, как это будет. То есть она переберет весь мой гардероб, составит какие-то образы на разные мероприятия, то есть составит какие-то файлы. То есть это не только то, что она мне создаст, да, эти какие-то... Это то, что я сейчас понимаю, что меня ждет, да. Не только создаст мне какие-то образы, которые я могу использовать, но она и поможет мне, что с теми или иными можно сочетать, чтобы я могла сама еще подобрать образы какие-то. Ну, в общем, может, я половину вещей выкину, а она скажет, это не нужно, это уже вообще не нужно и не модно будет. И вообще тебе не идёт, это не твоё. Так, ладно, сейчас я еду на вокал, потом, 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 потом я еду обратно домой. У меня там видео выводится. Ну, у меня сегодня занятие вокала, а потом бассейн у нас сегодня вечером с Денечкой. Как же божественно, я сейчас позанималась вокалом просто. Мой преподаватель, благодаря моему преподавателю, у меня сзади растут крылья, вы не понимаете. И, в общем, мы сейчас нашли тональность одной песни, которая именно моя, где я достаточно уверенно себя чувствую, но есть над чем поработать, над низами. Вот, и, короче, класс. У меня даже ничего не болит, горло не болит. Я впервые эту песню, которую я пела, Валерии, я чувствую её уверенно. Ой. Так что я счастлива вообще, я кайфу, я кайфу ходить на вокал. Супер. Осталось найти супер-мега-преподавателя по-английскому для себя. Всем доброе утречко! Так, что я хотела сказать. Вчера по поводу бассейна. Денечка потихонечку, очень потихонечку привыкает к Марии. Я так поняла, что это даже был... Это, короче, синдром первого раза, мне так объяснили, потому что теперь он вообще никому не хочет идти. Он к Маше более-менее привыкает. И уже даже парень там пришел новый тоже заниматься с тренером, с детками. И он тоже уже ни в какую. Мне девочки сказали, администраторы, что это такое дело, что это вам на будущее, если поведете ребенка в бассейн. В первый раз ребенок еще может не понимать, что к чему. И такой вообще тяжкий. Ля-ля, тополя. И у него уже первое впечатление осталось, да, даже если оно позитивное и хорошее. Но второй раз может что-то щелкнуть, и он как бы уже знает, что его ждет, что к чему. Такой как бы проснулся, пришел в себя, да, и может начать вот так выпендриваться и заново прям вот просто привыкать к своему тренеру. Вот у нас такая вот, вот такая вот беда произошла. Я думала, что все вообще просто радужно. Он там у меня просто первый час, я же говорю, он просто там, я не знаю, он и подсягивался, он отрывался, он нырял, он делал зарядку, все на свете. А теперь он просто хватается вот так вот за Машу, да, и не отпускает ее. Он даже не может перевернуться, то есть, чтобы на нее не смотреть, чтобы не передом ее обнимать, а задом. То есть, и очень медленно он прям. Но она говорит потихонечку, он хватку отпускает, уже проникается доверием, уже делает зарядку, садится на лесенку. Вот, то есть, какие-то успехи делаем мы маленькие. И я думаю, может быть, чтобы доверие еще быстрее прошло к Маше, залезть туда в бассейн, надо мне собрать справки, там энтеробиоз и общая справка в бассейн. Вот, взять купальник, да, и просто пусть Маша мне показывает, а я буду делать. Цена та же самая, то есть, мне за себя доплачивать не нужно. И вот, я думаю, надо вот сейчас, может быть, заехать по дороге куда-нибудь, если будет возможность, то сдать анализ. Вот, сегодня у нас день спа с мамой. Мы собрались на спа. Мы уже там были как-то на мой день рождения, даже, по-моему, были. Или на чей день рождения? Да, на мой день рождения. Да, на мой день рождения. Любашка приезжала. И до этого были. Ну, маме так понравилось. Она говорит, я бы еще ходила. В общем, мы решили сегодня вместе с ней сходить. У нас два будет комплекса по два с половиной часа. Один ягодный, другой марципан. Вот, надо будет что-то выбрать. Она, по-моему, в прошлый раз ходила на марципан. Поэтому марципан, наверное, мне, а ягодный ей. И сегодня из-за того, что такой день, мне прям ничего не хочется делать, представляете? Такая проснулась. Нет, ну я кое-какие дела, конечно, сделала. Записалась на новый марафон, следующий, который будет. Сейчас же прохожу марафон финансов. Вот, и уже записалась на следующий, который будет. Вот, кайфую. Исполнилась моя мечта. Самая, мне кажется, это самая главная мечта всей моей жизни была. Скоро вы все узнаете, и я расскажу. Сейчас я собираюсь, иду к маме. Она там монтирует видео. Говорю, мам, давай раньше выйдем. Сходим пока в поликлинику. Узнаем там, как работают врачи некоторые. Говорю, я сижу, жду этого спая. До спая еще целых три часа. Она говорит, а я монтирую видео. Я думаю, вот какая умничка. С утра встала, уже монтирует видео. А кто здесь? А я здесь, привет. Ма, да-да-да-да-да-да-дам. Ма, да-да-да-да, да-дам. Да! Че? 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 Я! Ли! Да-да-да-да-да-да-дам. Ты че? Ма, ма, че, ли? Ма, ма, че, ли? Не, ну я так не могу, как ты. Почему? Ты что, забыла свой никнейм? Ну я уже взросленькая тетя такая. Ой, хочу здание снять. Я же вот снимаю здание для вас, девочки. Вот она едет и снимает. Вот мы выезжаем в центр, и мне хочется какие-то здания вам поснимать. Такие вот старинные наши. А в прошлый раз, когда мы выезжали? Позапрошлого века, который стоит. А ты не те же самые ли здания снимала? А мы по этой улице не ехали. Как? А как мы ехали? Мы так и ехали. Нет. Ну я же не все снимала. Я снимала частично. Ты через дом снимала. А мы не по этой улице ехали. А теперь она в влоге снимает другие дома. Другие дома. Через дом другие, которые не снимала. Я снимаю другие дома. Я снимала частично там, частично там. Что там у тебя интересного во влоге-то планируется? Ну вот прошлый влог я сейчас сегодня смонтировала. Скоро выйдет. А это я уже начала следующий влог. Продолжение, можно сказать. Чтобы не делать влоги слишком длинные, потому что... Ну и мне трудно монтировать. Ну заинтригуй, девчонок, что там у тебя интересненького? Во влоге что рассказывать? А пусть секрет будет. Не надо. Надо смотреть. Пусти интригу. А какую интригу? Что я могу рассказать? Что там интересненького у тебя происходит в жизни-то? Я сейчас все расскажу и смотреть туда не надо. Все, интригу расскажи. Интрига. Я получила первую пенсию. А вот это вы остальное знаете у нее во влоге. Что она получила второе? Ну что, зайчики мои, приехали мы. Мамка, счастлива? Да, мне понравилось тут. Я рада еще раз здесь побывать. Слушай, я никак не могу вот прямо оторваться. Мне так нравятся вот эти вот ставни узорчатые такие. Ну, видишь, молодцы. Смотрите, эти вот узорчики. Все так сделано красиво-красиво. Красиво-красиво. Для девочек, девочек. Сюда и мальчики могут ходить, кстати. Сюда и мальчики могут ходить. Вот так, Махаля, ты по-новому придумала, да? А ты двумя руками. Вот ты у меня мама-креативщик, понимаете? Все, мы, короче, идем наслаждаться, кайфовать. И мне кажется, мы уже вернемся, когда мы уже будем такие... Ничего не надо. Поделимся потом впечатлениями. Вот у тебя тут... Стюардесса по имени Жанна. Вот нам сделали массаж. Удалось схватить камеру. Мама, вот она. Ты видна? Мам, видно меня? Да. Такая музычка играет нам. Пошли делать чай. Играет такая музычка спокойная. И мы... Сегодня у нас тема разговоров эта... Вспоминаем прошлое, прошлое, мамино прошлое. Она мне рассказывает. Я рассказывала, какие у меня были взаимоотношения с мамой. И какие у меня с дочкой взаимоотношения. Вот мы об этом говорим. Почему у меня было не так? Не так, а по-другому. Это секретная информация. Ладно, мы ждем наших массажистов. Потом пойдем чай пить. Нам принесли чайничек. Они мне так понравились. Пропитанные медом. Мед принесли. Посадили нас, кстати, в новое место. Смотрите, какое красивое. В прошлый раз я здесь не была. Мы были на летней веранде летом, когда она была открыта. А сейчас здесь так уютно, так тепло, так классно, что я даже сняла полотенце с головы. Пусть потихоньку высыхает. Сейчас мы посмотрим с мамой меню. Что-нибудь выберем, покушать, наверное. Кто проголодается. Ну что, мы вышли из нашего спа. Кайфовые такие. И мне что-то в глаз еще попало. Я все ковыряю, ковыряю. Мам, ну что, скажи, первый раз сходила, а вот ты второй сходила раз. Уже какие-то ожидания есть, впечатления. Как лучше был? Первый или второй раз? Да и первый раз, второй раз с удовольствием. Ты в другой комнате какой-то лежала, там все по-другому. В другой комнате. Ну просто вот это вот обертывание, да, мы сейчас просто комнатка получше досталась. Там же много разных комнат. Это было посветлее и посуше. Там была влажная и темная. И мокрая. Ну влажная, да, слишком пара много была там. Вот. Ну вообще просто кайф. Сейчас я так расслабилась. Я просто хочу, чтобы меня крылья несли. Да, на самом деле клево. Я всегда выбираю себе женщину, чтобы мне делала. А мама, да. Черненький такой. Я ей всегда мужчину как бы даю. Короче, решили пойти покушать, потому что в спа, к сожалению, небольшой выбор. Вот честно, ну там цены, конечно, еще высокие. Да, там просто очень огромные, да? Ну, нет, они не очень огромные. Мам, есть побольше эти, уверяю. Но аппетитненько, да. Там смотрится, например, ну только Цезарь, да, 450 рублей стоит. И Тель-Ятели. Тель-Ятели, да, с креветкой. То есть мясо особого, только там щечки какие-то телячьи. И то они без гарнира как-то. А стоят там почти 600 рублей вроде. Ну, короче, выбор вот такой вот просто. Вот так вот. Я говорю, пойдем в другое место. Нормально там покушаем, разгуляемся. Мы попили чаек. Вот, и все. Пойдем сейчас покушаем. И уже надо будет с Дэнечкой в садик идти. У нас еще 2,5 часа есть. Ты готова? Готова. Ну все, мы пришли с мамочкой покушать. Вкусно тебе, Диточка? Мы взяли с мамой мою любимую картошку. Она тоже соблазнилась ей. Взяли чаек. Где чаек? Вот он. Я забыла свою камеру в машине, поэтому снимаю кусочек на телефон. Все кушаем, мы уже бежим за Дэнькой в садик. Такая булка лежит у меня смешная. Привет, мои хорошие. День следующий. Вообще, по идее, может быть, пора уже заканчивать влог. Он может быть достаточно долгим, но у меня сегодня английский. Еще я хотела с вами поболтать на одну тему по поводу последних комментариев на своем видео. И завтра у меня будет мероприятие. Два целых мероприятия. Я думала вас взять и показать немножечко, как мы там развлекаемся с девчонками. Поэтому, наверное, не буду заканчивать, но пусть будет длинный влог. Вы же любите. Те, кто любят влоги, они и длинный посмотрят, правда? Так что будьте наслаждаться длинным влогом. Хотела сказать по поводу комментариев. Это то, что мне написали, что будет ли что-то интересное на канале еще, кроме как покупочек. Что в последнее время очень много покупочек. Вообще, изначально у меня было всегда очень много покупочек. Правда, заметила одна из моих подписчиц. Ну, и также хочу сказать, что я всегда ориентируюсь на свою аудиторию. Я штудирую видео, которые просматриваются больше всего. Естественно, я вижу, что значит это заходит, значит это людям нравится. И я стараюсь сделать то, что им нравится. Покупки фикс прайс, какие-то там ожидания реальность, там Алиэкспресс, да. Всегда заходило больше всего. Поэтому я стараюсь сделать ориентир на это. Естественно, влоги это, ну, как бы это немного о себе, да. Делюсь частичкой себя, что-то с вами обсуждаю. Влоги по-разному набирают. Ну, не всегда много набирают, потому что влоги, скорее всего, смотрят мои прям преданные зрительницы. Привет вам. Вот для вас я снимаю влоги. А смысл? Конечно, есть, просят какие-то видео, там, покажи, как ты там ребенка, чем ты его кормишь, да. Да, покажи там еще что-то. Но есть какие-то видео, которые просто мне неинтересны, да. И я их, ну, просто не могу даже к ним подойти, чтобы их снять, потому что нет у тебя интереса к этому, понимаете. Какие-то, может, мамские дела совсем я не люблю снимать. Но я стараюсь разнообразить. И в связи с этим пишите ваши идеи. Пишите идеи, но только не такие узкие какие-то идеи, которые интересны, возможно, только вам, понимаете. А которые будут интересны. Ну, хотя некоторые пишут в комментарии, что, возможно, это будет всем интересно. Но я уже такое снимала, у меня был такой опыт, я-то все свои видео помню, да. И помню, что оно не заходило на моем, да. Раньше, например, что-то заходило больше, DIY всякие, может, какие-то, да, когда я там что-то делала там на губах своих, что-то экспериментировала. Сейчас уже это не так заходит. Возможно, у меня аудитория выросла немного, поменялась, да. Может, раньше больше детей было, сейчас больше девчонок, взрослых таких. Поэтому я по вам и ориентируюсь. То, что вы больше всего смотрите, то я и снимаю. Вот. Ну, подавайте идеи, я всегда готова к новым идеям. А вот вопрос того, буду я снимать это или нет, это уже зависит от самой идеи. Но я готовлю для вас, я стараюсь. Конечно же, я не так, что я тупо снимаю там одно и то же. Нет, я стараюсь вот что-то рассказать. Сейчас вот больше будет скоро еще, рум-туров будет больше, да. В общем, я стараюсь разнообразить, чтобы было что-то интересное. Скоро стилист меня будет одевать, наконец-таки. Может, я нормально одеваться стану и в инстаграме, в моем, в моем инстаграме подписывайтесь на него. Может быть, больше станет луков каких-то интересных, классных, где вы тоже сможете подчеркнуть что-то. Я стараюсь и ищу идеи. Но бывает, я экспериментирую, вижу, что не заходит и продолжаю делать то, что я продолжаю. Иногда экспериментирую. Так что я не стою на месте, не переживайте. Все, сейчас я иду на английский, потом я Денечку забираю с садика. Ну и завтра мероприятие. Сегодня уже, я думаю, нечего вам показывать будет. А, сделала фейхуа с сахаром. В инстаграме тоже я это показывала. Ну, просто один к одному фейхуа взяла, перемолола в блендере, добавила сахара. 150 получилось у меня где-то фейхуа, 150 сахара. Один к одному. Все перемешала и в баночку, и в холодильник. Все очень вкусное. Я фейхуа обожаю. И я сделала прям сахар один к одному, чтобы прям побольше убрать эту кислинку. Но все равно, аж слюни пошли. Все равно кисленькая немножко осталась, потому что фейхуа кислая. Она кисло-сладкая, но я одну съела, а вторую уже просто не могла есть. Как будто лимон ем. Первая зашла очень классно. Вот. Поэтому, я думаю, мы уже, наверное, завтра с вами увидимся на мероприятии. Всем привет. Я вещаю. Блин, что я какая-то так накрасилась сильно. Я не понимаю. В сублифте такое освещение. Я как будто загоревшая, хотя на самом деле не загоревшая. Надо еще понять, что у меня за мейкап. Сейчас еду на тусу Арифлейм. Потом в один из моих любимых там бар, ресторан. Мне кажется, все вместе. Очень крутое, где мы постоянно устрицы ели, с Кристиной ели, еще с кем-то вроде ели. В общем, там новое меню у них мексиканское. Ну вот на тест приглашают. Так что сегодня у нас много мероприятий. С Полиной увидимся, с другими девочками. Так что упрем. This is my look. И это было целый трендец. Я выбирала, что мне надеть. Я уже вся испсиховалась. Мы вдвоем с мамой не можем помочь мне одеться. Я говорю, все, это трэш. Это все. Стилист на носу. И я уже как будто без нее не могу одеваться. Просто я все поперемерила. Через одну минуту приедет такси. Я вообще на такие вечеринки люблю на такси ездить, чтобы ни в чем себя не отказывать. Тот же, я не знаю, полбокала шампанского, чтобы я не переживала, что алкоголь, не алкоголь. Потому что там бар, ресторан, здесь как бы тоже угощение, все такое. Я люблю, если уже выходить на мероприятия, то расслабляться. Еще я не взяла очки. А нужны ли они мне? Я вся в светлом. Не знаю, может они мне и не нужны. Что еще хотела сказать? Да, короче, еле-еле оделась. Я просто знаю уже, этот образ примеряла. Я знаю, что он светленький. Думаю, ладно, там фоткаться может придется. Будет такая яркая, светленькая. И девочка, которая одна из моих подписчиц, мне куртку сделала. Вот она сюда, очень даже в тим. Все, жду такси, что он закуролесил тут вокруг. В общем, покажу, что как. Что у меня с лицом, кстати, так и не поняла. Ой, он уже типа здесь, представляете? А его здесь нет. Он же пишет, вас ожидает. Супер. Смотрите, какая очередь на мероприятие. Нас, по-моему, ждет, что это очень захватывающе. Вот такое вот большое мероприятие. Огромная очередь на входе. Так, ну что, мы немножечко были на мероприятии Ари Флейм. И вот сейчас мы едем уже покушать. Девочка, голодный? Очень, но я еще не ела. Я дома съела винегрет, мамочка моя приготовила. Такой винегрет. Мой идеальный винегрет. Весь такой, весь мелко порезанный. Весь такой сочный. Ничего не хочется оттуда выковыривать. А то нафигачат туда этого, как называют? Как его фигачат в этот, фасоль. Фасоль не люблю, я все время ее вытаскиваю. Сейчас посмотрим, чем нас будут подчивать, что нам покажут, чем угостят. Кстати, я же вас не знакомила, Карина. Очень приятно. Тоже ростовский блогер, но она не YouTube-канал, да? Я открыла, я сегодня выложила первое видео. Да ладно, сейчас расскажешь, что там снимаешь. Вообще в Инстаграме она часто. Ну и Полина, вы ее знаете, мы с ней давно не виделись. Так странно себя не видеть, как пошли там. Да, хорошо выглядишь. Вот, и мы вот идем все вместе кушать. Так, взяла себе вкусняшки пробовать. В общем, даже не знаю, что здесь с чем, но, в общем, буду пробовать. Это какой-то соус. Ну, как-то я не знаю. Короче, девочки, поели мы кухню, сейчас скажу, что с кухней и кухней все нормально. Кухня офигенная просто, нам практически все зашло. Мексиканская новая кухня, прямо объелись все до пуза. Другой момент. Я поправилась безбожно, все, я это увидела, поняла, потому что сегодня я не могла влезть ни в одни штаны. Мне давит живот, и мне просто моя задняя точка просто трескается по швам штаны. Я поняла, что мне нужно худеть. Вот, это раз. Или менять гардероб уже, представляете? У меня уже нифига не эска, наверное, а эс с половиной. Или вся эмка. Вот. И сейчас я хочу заехать к друзьям. Сейчас вызову такси на Садово или где-нибудь здесь. И поеду к ним. Может быть, с ними поеду в кино, или там останусь смотреть кино, на самом домашний кинотеатр есть. Или сама поеду в кино, еще не знаю на что. Девчонки уехали домой с детьми, все дела у меня, бабушка с детьми, поэтому мне класс. Без ограничений. Выходные я практически без ограничений гуляю, отдыхаю от труда и обороны, можно так сказать. Это наша большая садовая, красивая садовая. Поймала момент, пока никого нету снять. Музыка еще тут играет. А это соборный наш, смотрите, какой красивый. Дорожка. Мы там уже пофоткались сегодня. В инстаграме фотки. А я жду такси, кстати. А когда вы единицу ставите, да, этот водитель для вас блокируется. То есть он к вам уже никогда не приедет. Сто процентов. Ладно. Всем доброе утро. Все, заканчиваю влог. Последний вот сейчас кусочек сниму. Мы с Денечкой гуляем. Опа, ожиданно тебе уже, День. Какие-то лопухи. С Мишкой, вот тут с мячиком, с самокатом нашим стоит. Погода у нас просто офигенная. Просто невозможно. Крутая погода. 20 градусов. Солнце. Так вы видите, что у меня в футболке и в такой, в кофточке в одной. Куда побежал? Дорога рядом. Дени. Ну, такая дворовая дорога, но тем не менее, я переживаю. Ругаю его все время. Вот. Сейчас, сегодня я с утра уже поехала, сделала реснички себе. Все-таки эль, изгиб эль просто мне очень нравится. Как иголочки торчат такие реснички. И прям открывает так взгляд хорошо. Ну, моему глазу очень подходит. Вот. Что еще? Да, Нюля, аккуратно, зайчик. Так, что вчера? Вчера я поехала потом к друзьям. В кино решили не ходить и не смотреть. Зато я прекрасно провела время с девочками. Пообщалась с одной девочкой, психологом. И потом это узнала, что она психолог. Она мне много вопросов задавала. А на самом деле мне так мало люди вопросов задают. Вот так, чтобы я видела искренне, знаете, интерес какой-то искренний. Ну, наверное, психологи это умеют профессионально. И вот она и блогерством спрашивала, интересовалась. И вообще взглядом моим там интересовалась. Именно в плане, вот первые ролики мои были, астерологии. Вот тоже интересовалась. Плюс, ну, как бы интересно просто все это дело. Когда задают тебе вопросы, причем задают вопросы интересные, да. И я не знаю, мы там, наверное, час сидели, общались. Ну, как бы мне классно было. Я люблю, когда мной интересуются, как и все, в принципе. Ну, как-то. Обычно это все делают, знаете, без особого какого-то интереса, желания. Лишь бы что-то там спросить, лишь бы что-то узнать. Как-то так. Ну, короче, качественный вопрос. Вот что-то такое, наверное. Держись крепко, давай. Мне кажется, так качаются мышцы, вот так вот просто лазит кругом. Ножку, да, засовывай в дырочку. Крепко держись. Вот. Молодец. Ну, что это такое? Крепко держаться надо. Давай. Ногой. Держись. Держись. Рукой переставляй. Держись. Ногой. Чувак вырастет. Занимаемся спортом. Твоё. Всё? Ещё? Нет. Уже 10 минут крутим. Может, хватит? Ага. Ну, слазь. Аккуратно. Не экспериментируй, зайка. Аккуратненько. Чтоб эта штучка не ударила лицо. Молодец, такой спортсмен. Чё ты, короче, лицо морзишь? Не спеши, Дэня. Аккуратно. Вот, молодец. Вот так. Кто спортсмен маленький? Вот так. Умничка. Не спеши. Держись. А что ты? Ты тренируешься. Всё? Ещё. Давай ещё. Чуть-чуть. Сильной нагрузки много не надо. Надо каждый день по чуть-чуть. Держись. Понедельник просто. Мне столько надо всего сделать. Ко вторнику подготовиться. Приедет стилист ко мне уже. Разбирать мой гардероб. Я вся в предвкушении. Я уже на нервах вся. Когда начинаю одеваться, я уже на нервах. И жду, и не дождусь этого дня. Вот. В общем, всё. Ну, пишите комментарии, задавайте вопросы. Я люблю, целую вас. И прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok